Вопрос про EB2. Вы сказали, можно ли рассказать о визе EB2, что это значит, был ли успех с этими визами, опыт и так далее. Смотрите, сразу чуть-чуть вас поправлю. EB2 это не виза, но это как бы иммиграционная, это уже грин карта по категории EB2. То есть все, что начинается EB, там есть 1, 2, 3, 4, 5, это называется employment based, сокращенно, то есть через рабочую линию green card. Это не считается визой, то есть иногда green card называют иммиграционная виза, то есть есть non-immigrant, это немножко путает людей. То, что не иммиграционная, это все, что визами называется, то есть это считается не иммиграционной, хотя это иммиграционная. Это считается non-immigrant, имеется в виду непостоянная. Поэтому студенческие рабочие визы, это все временные визы, и они называются non-immigrant. А все, что начинается сокращенно с букв EB, 1, 2, 3, 4, 5, это green card. И на нее подают, человек может находиться за пределами Америки, или человек может находиться в Штатах, но подача на, допустим, EB2 не дает человеку права находиться в Штатах. Нужно находиться на другой какой-то визе и параллельно подавать на green card по категории EB2. То есть EB1 это в основном для экстраординарных специалистов, EB2 это тоже для некоторых людей с особыми достижениями, особыми навыками. Иногда нужно подтверждение департамента труда, а для того, чтобы получить эту визу, иногда нет. Там в EB2 есть тоже несколько категорий. И да, у меня есть успешный опыт работы с этой категорией. Иногда мы подаем для человека сразу по нескольким категориям на green card. Это все стоит дополнительно, но человек может получить добро по нескольким категориям сразу, и потом выбрать по какой категории дальше идти. То есть EB2 это как бы первая половина подачи на green card для профессионалов. Сколько времени это занимает? То есть это может занять где-то от полгода до полтора-два года, в зависимости от того, по какой саб-категории по EB2 вы идете.